Здравствуйте! В эфире информационная служба «Импульс» в студии Юлия Шаркова. В начале коротко о главных темах выпуска. Мы сегодня говорили, вы видите, о персонализации образования. Это означает, что для каждого ребенка нужно выстраивать такие индивидуальные маршруты, которые бы помогали ему развиваться. Учителя обсуждают, как будет развиваться система образования на Ямале. В Новом Уренгое проходит региональное совещание педагогов. У нас презентация модуля «Центр цифрового образования детей АйТи-ФОК». Сегодня мы торжественно открываемся. Развивать навыки в области программирования у школьников в Новом Уренгое открылся образовательный центр «АйТи-Куб». В темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется, а в ненаселенных пунктах пешеходы обязаны иметь при себе световозвращающие элементы. Под колесами автомобиля погибла женщина. Она перебегала дорогу в неположенном месте. От национальных целей и стратегических задач к новому качественному образованию. Так звучит тема регионального совещания педагогов 2021. В газовую столицу съехались лучшие представители образовательной отрасли. Уже сегодня состоялось пленарное заседание и работа на площадках. Столичные эксперты высоко оценили работу ямальской команды и назвали ее одной из лучших в стране. О том, как будет развиваться система образования в наших городах, следующий сюжет. Образование. Как много в этом слове. Вопреки мнению большинства, оно, конечно, выходит далеко за пределы школьного обучения. Это и навыки, которые прививают малышам воспитателей в детских садах, и кружки с секциями, и даже дополнительное профессиональное образование, которое желают получить уже взрослые люди. О каждой из этих составляющих максимально подробно сегодня говорили в Новом Рингое в рамках регионального совещания педагогов. Здесь собрались лучшие представители отрасли, а напутственные слова по видеосвязи прозвучали от министра просвещения Российской Федерации. Мудрость и терпение во многом зависят счастливое будущее подрастающего поколения, а значит и будущее нашей страны. Пленарное заседание посетил и глава города Андрей Воронов. С момента назначения его в должность градоначальника он успел побывать в каждой новоуренгойской школе, предметно пообщаться с каждым директором. Андрей Воронов отметил, пока еще есть вопросы, которые необходимо тщательно проработать. Есть проблемы по школам. 19 школ. У нас ровно 45 лет назад открылась первая школа. С той поры 19 школ, но уже и они не вмещают наших учащихся в городе. Поэтому сейчас уже идет строительство двух современных школ на 800 и на 1600 мест. Проектируется новая инклюзивная школа. Очень надеюсь, что эти объекты сможем так же успешно, как и сады, получить уже в ближайшее время. Город в этом нуждается. В силу предыдущего места работы я знаю, что эта работа по созданию комфортных условий, комфортной образовательной среды ведется в каждом населенном пункте округа. Затронули тему и рабочих профессий. На конференцию специально прибыл замдиректора WorldSkills Россия. Он поздравил регион с успешным выступлением в рамках национального чемпионата WorldSkills. По восьми компетенциям девять спартанцев, так сказать, и пять результативных наград. То есть там и золотые медали, и есть и серебряные. Я вас поздравляю с этим. Ну что значит, собственно, эти самые медали? Это не только гордость, так сказать, за область, за учебное заведение, мастера производственного обучения, который и педагог был занят в этом. Участника, конечно, для него это незабываемые совершенно эмоции на всю жизнь. Это также, это, собственно, программа, по которой его подготовили. Ведь любой участник начинает национальные сборные победы в чемпионатах мира, Европы, на финале национального чемпионата – это результативная образовательная программа, которая прошла валидацию о профессиональном сообществе. Сразу после пленарной сессии работа на площадках. Сегодня в рамках регионального совещания работало шесть секций. Обсудили и качество образования, и создание условий обучения и воспитания в школах-интернатах. Говорили также о развитии региональной системы дополнительного образования, как условии успешного самоопределения и профориентации детей и молодежи Ямала. Именно в юном возрасте важно заметить, чем талантлив каждый ребенок. Дети все уникальны. Говорить о том, что должна быть отдельная группа ребят, специально выделенная для того, чтобы с ними работать, конечно, нельзя. Все должны и для всех должны быть важным и приоритетным развитие талантов у всех детей. При этом каждый ребенок может быть талантливым в чем-то, а некоторые имеют очень широкий кругозор и талантливый во многих направлениях. Поэтому вот это важно увидеть и важно поддержать. Не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования. Мы сегодня говорили, вы видите, о персонализации образования. Это означает, что для каждого ребенка нужно выстраивать такие индивидуальные маршруты, которые бы помогали ему развиваться. Региональное совещание педагогов продлится два дня. Еще один пункт его программы – подписание соглашения о сотрудничестве с благотворительным фондом Сбербанка. В школах города будет внедряться новый образовательный проект, направленный на развитие эмоционального интеллекта учителей и учеников. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, Николай Александров, Служба новостей, «Импульс». В средней школе номер 17 состоялось торжественное открытие первого на Ямале Центра цифрового образования детей «АйТи Куб». Инновационная площадка начала работу в рамках национального проекта образования. Ее задача – формирование общедоступной системы дополнительного образования школьников, а также развитие навыков в области программирования. Программа рассчитана на учащихся с 1 по 11 класс, причем обучаясь по ней, школьники смогут разработать свой стартап и даже вывести его на рынок, отмечают специалисты. Всего в регионе одновременно открылось две таких площадки в Новом Рингое и Салихарде. Новое пространство, которое появилось в 17-й школе – это очень важный элемент в системе образования. Сейчас мы с вами его все посмотрим, посчитываем, что это такое, что это за такой хуб, тем более «АйТи». Поэтому искренне поздравляю 17-ю школу. Сегодня мы торжественно открываемся и хотим рассказать гостям, чем занимаются наши дети и что в рамках каких углов они могут изучать. Также наши педагоги подготовили для ребят мастер-классы, интересные, увлекательные, где они уже сегодня смогут попрактиковать свои навыки, которые они приобрели ранее, либо научиться чему-то новому. Искусство в массы подростки и молодежь могут сэкономить при покупке билетов на концерты, выставки и творческие мероприятия по всей стране. Ямал присоединился к федеральному проекту «Пушкинская карта». Основной слоган инициативы – «Веди себя культурно». Виртуальный платежный инструмент может получить любой желающий в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты – 3000 рублей. Ее можно открыть на портале госуслуг. А информация о мероприятиях доступна на сайте культура.рф. В Новом Уренгое к проекту присоединились городской музей и дворец культуры «Октябрь». Деньги можно потратить до конца года. Планируется, что в следующем году номинал карты увеличат до 5000 рублей. Обязательное условие – приобретение билетов для личного использования. «Пушкинская карта – это карта персонального использования. Ее нельзя никому передать. И когда по «Пушкинской карте» приобретается билет, он становится именным. Там прописаны ваши фамилии и инициалы. И когда с этим билетом приходишь в учреждение, показываешь контролеру, и ты обязан на телефоне показать свою фотографию. Это обязательная процедура при регистрации на сайте госуслуг для получения карты. Ты направляешь свое фото, и когда приходишь в учреждение, предъявляешь билет, нужно показать фотографию. Несоблюдение правил дорожного движения закончилось смертью пешехода накануне вечером. На участке Нового Рингуя-Карачаева под колесами автомобиля погибла женщина. Около восьми часов вечера она перебегала дорогу перед автомобилем. Водитель «Жигулей» седьмой модели не успел затормозить и сбил человека. Отмечу, в том месте нет пешеходного перехода. Кроме того, погибшая была в темной одежде без светоотражающих элементов. Косавтоинспекция города Нового Рингуя обращается ко всем участникам дорожного движения быть на дороге предельно внимательными и аккуратными. Согласно правилам дорожного движения, при переходе дороги и движении по обочинам либо краю проезжей части в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со свето-возвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Далее вторая часть выпуска. Оставайтесь с импульсом. Выявить заболевания на ранней стадии. В Центре здоровья детей маленькие пациенты проходят профилактические осмотры. Продолжается прививочная кампания против гриппа. Привиться от сезонного вируса можно в тех же пунктах, где проходит вакцинация от ковида. Август провели в Крыму. Бойцы клуба «Самураи» вернулись с летних тренировочных сборов. Если хотят пожелать человеку чего-то хорошего, в первую очередь желают ему здоровья. Остальное все приложится. Дорогие новоуренгойцы, заботьтесь о себе и своих близких. Не пренебрегайте советами врачей. Носите маски. Вакцинируйтесь. Заботьтесь о своем здоровье. Конец лета и начало осени. Время, когда коридоры Центра здоровья детей не пустуют. Маленькие горожане приходят сюда вместе с родителями, чтобы пройти медицинский осмотр. Такая процедура необходима для раннего выявления заболеваний и факторов риска. А еще систематические осмотры приучают ребенка к тому, что нужно заботиться о здоровье с детства. Ежедневно на приемах у врачей бывают более сотни малышей. В их числе и Маргарита Ярулина, которая пришла в центр вместе с мамой. Как солнышко светит, он на ручке тебе светит, солнышко. Видишь, не больно? Давай точно так же на носик посветим. С уговорами врач пытается осмотреть маленькую пациентку. Сделать это сложно, поскольку девочке чуть больше двух лет, и она уже активно проявляет свой характер. Наконец нос и уши пациента осмотрены. И отоларинголог ставит свое заключение в медицинскую карту. Этот специалист в списке обязательных для посещения при поступлении в детский сад. Туда Маргарита отправится уже в скором времени. Ты ходила к врачу? Нет. Как нет? Ты показала носик? Нет. А ручки? Я просто плакала. А что ты плакала? Просто плакала. Ты застеснялась? Я застеснялась и плакала. Нам выдали путевку в детский садик новый, в Северный Сияний. Мы пришли проходить с ребенком медосмотр. Прошли практически всех специалистов. Очень приятно, что нет очередей. Все очень быстро, комфортно. В принципе, остались довольны. Маргарита готова, да. Она хочет, хочет играть с детками, хочет в садик быстрее. Думаю, все будет хорошо. Центр здоровья детей сейчас работает в штатном режиме. На профилактические, периодические и предварительные медосмотры ежедневно приходят более сотни маленьких горожан. Для каждого возраста характерен свой перечень докторов и дополнительных исследований. Один из специалистов выявляет какую-то патологию. Так как у нас профилактический центр, да, мы можем ее только выявить. В дальнейшем мы отправляем на консультацию к узкому специалисту, который разбирается в заболевании, назначает лечение, назначает дополнительное обследование, ну, чтобы вылечить ребенка, так скажем. Самые частые нарушения здоровья, встречающиеся у детей, это патологии органов зрения и опорно-двигательного аппарата. Много факторов, да, особенного для органов зрения. Это и генетическая предрасположенность. Поэтому есть у нас дети, конечно, меньший фактор – это дошкольники. Ну, а, конечно, уже после школы это уже и нарушение осанки, потому что дети сидят неправильно, да, искривление позвоночника, сколиозы, ну, а зрение уже здесь тоже подтягивается. Большие комплексные медосмотры необходимы при поступлении ребенка в детский сад или школу и в подростковом возрасте. Помимо этого, Центр здоровья проводит ежегодные профосмотры организованных групп детей, когда выездные бригады работают в образовательных учреждениях. В течение года по плану медучреждения должны быть обследованы 24 тысячи маленьких новоорингойцев. Галина Гладких, Павел Михайловский, Служба новостей «Импульс». В городе продолжается прививочная кампания против гриппа. Привиться от сезонного вируса можно в тех же пунктах, где проходит вакцинация от ковида. В начале сентября в город поступила первая партия препаратов «Ультрикс» для детей и «Савигрип» для взрослых. Через пару месяцев врачи прогнозируют подъем заболеваемости, поэтому сейчас самое время, чтобы пройти иммунизацию и защитить себя от инфекции. Сделать это можно без предварительной записи и длинных очередей. Эта прививка у меня запланирована, я ее делаю каждый год, но уже 10 лет точно, а то и более. Такой статистики не веду. Прививаюсь каждый год, потому что вижу эффект. Я не болею зимой раз, потом я точно знаю, что если все-таки так случится и грипп коснется меня, я его перенесу очень легко и без осложнений. 7 по 12 сентября в трех городах страны проходят матчи волейбольного Кубка России, посвященного памяти Константина Ревы. В турнире участвуют 15 команд, которые разбиты на три подгруппы. Игры второго по значимости турнира страны проходят в Москве, Сургуте и Оренбурге. В первый соревновательный день соперником новоуренгойской команды стал оренбургский нефтяник. Встреча с ним завершилась со счетом 3-2 в пользу факела. Зарядились солнцем и установками на новые победы. Воспитанники клуба «Самурай» вернулись к тренировкам в родном зале. Практически весь август они провели в Крыму. В поселке Николаевка каратисты улучшали физическую форму благодаря финансовой поддержке компанией «Ачимгаз» и «Газпромдобыча Оренбургой». Своими планами на предстоящий спортивный сезон бойцы поделились с нашей съемочной группой. Летние каникулы у спортсменов не время для отдыха. К сезону нужно подготовиться основательно. В Николаевку на сборы поехал основной боевой костяк клуба «Самурай». С головой в спортивную жизнь окунулись и начинающие, но уже подающие надежды каратисты. Расслабляться времени не было. В основном у нас были только тренировки. Это 3-4 тренировки в день. Ну и естественно с отдыхом, с промежутками небольшими. Работа была проделана очень большая. От физической до технической части. То есть это были и работы в парах, до ОФП. Выездные сборы – хорошая возможность обмена спортивным опытом. Обязательная часть плана подготовки к сезону – спарринги. В этот раз с крымскими спортсменами. Но большую часть времени работа идет исключительно над собой. Над выносливостью, силой и техникой. Так же двигаемся приставным. Вашу голову набрасываем. Да? Руки так же внесут. Работаем. Часть воспитанников клуба выйдет на татами уже в конце сентября. Им предстоит выступить на первенстве Пуровского района. Более опытные бойцы продемонстрируют мастерство и стойкость в столице России. Там соберутся каратисты со всей страны. Мы проедем в Москву. Там будет большой всероссийский турнир в октябре, в середине октября. И самый главный турнир у ребят – это первенство России, которое будет в середине ноября в городе Самар. Подготовка к турнирам уже началась. Параллельно идут тренировки для начинающих бойцов. Желающих изучить искусство каратэ ждут в клубе «Самурай». Набор в спортивную секцию идет с четырех лет. Павел Прожогин, Виктор Етленко, служба новостей «Импульс». Холода не страшны, когда есть теплая шуба. Ценители меха ждут в деловом центре Ямал. Там работает выставка шуб от фабрики изделий «Ангелина Сэм». До 12 сентября есть возможность делать модную теплую покупку. Да еще и по выгодной цене. Подробности далее. Выбор сделан. Шубы с отделкой из куницы Галина Кордикова забирает с легким сердцем. В этой модели ее привлекло все. И цвет, и посадка. В меховых изделиях новоинкойская модница разбирается. Эта комбинированная норка в коллекции женщины станет уже четвертой. Предпочтение она отдает только этому виду меха. Все очень мне нравится, но выбор тяжеловат, потому как на меня найти очень тяжело. Я же шикарная женщина. Определиться с выбором помогают специалисты пятигорской выставки «Ангелина Сэм». Найдут шубу мечты на любой вкус и кошелек. А чтобы покупка мехового изделия не ударила по карману, рекомендуют приобретать ее летом. В этот период действуют 70-процентные скидки. Акция «Меняем старая на новая» и беспроцентная рассрочка. В сезон моделей остается мало, потому что они продаются. Их продаж много, потому что все люди, как всегда, морозы настали, все люди бегут за шубкой. Летом выгоднее взять шубку. Почему? Потому что есть все в наличии. И тем более летом идут скидки. Сейчас у нас действует акция «Меняем старую шубу на новую». Вы приносите свою старую шубу и получаете скидку на новую до 50 тысяч рублей. Данная шуба выполнена из меха-норки с отделкой капюшон-куница. А еще в наличии каракуль, лиса, нутрия, овчина, песец, куница и керли. Эти меха самые популярные среди ценительниц. Вкусы и предпочтения женщин меховая фабрика изучат более 20 лет. Поэтому модные прогнозы всегда попадают в цель. Этой осенью будет популярно пальто из овчины, уверены консультанты. А зимой на пьедестал популярности среди ценителей меха зайдут шубы из канадской норки. Модель представлена с комбинированным мехом. Капюшон из меха-рысь. Смотрится стильно, современно. Выделиться из толпы предлагают цветом. Кроме классических черного и белого в ассортименте синий, розовый, зеленый. А для почитательниц натуральных цветов на выбор шоколад графит пастель. Меховая выставка открыта до 12 сентября в деловом центре Ямал. С 10 утра до 8 часов вечера. Мария Бохова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Это были все новости к этому часу. Для вас работали Юлия Шаркова и журналисты «Импульса». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин